Были времена, когда и наш автопром выпускал легенды. Одна из таких легенд называется ВАЗ-2131 НИВА. В 1970 году председатель министров СССР Алексей Николаевич Косыгин дал распоряжение создать первый в мире внедорожник повышенной комфортности. В дело сразу вступили три автомобильных завода СССР. Это АЗЛК, который выпустил «Москвич-2150», ИЖМАШ со своей интересной разработкой ИЖ-14 и ВОЗ-автомобильный завод, который к 1974 году выпустил ВАЗ-2121Э под прозвищем «Крокодил». От первых автомобилей ВАЗ-2121 этот автомобиль отличался тем, что у него была рамная конструкция, тентованный кузов и трехдверный вариант кузова, что очень сильно напоминало лузский автомобиль под названием «Волынь». В 1974 году начались испытания, и к 1976 году автомобиль приобрел свои знаменитые черты и вступил на права по направленному хозяину конвейера ВОЗ-автомобильного завода. В 1976 году сходит ленингдарная ВАЗ-2121 Нива. ВАЗ-2121 – это поистине ленингдарный автомобиль. Это был первый автомобиль с постоянным полным приводом и несущим кузовом. Комфорт этого автомобиля был на уровне «Жигулей», что в те далекие 70-е годы считалось очень даже престижным уровнем комфорта. Свою легендарность этот автомобиль заслужил не только среди советских жителей, села, деревень, работников, заполярья или других серьезных профессий, где требуется автомобиль с повышенной проходимости, но и также за границей. Это подтверждается тем, что автомобиль ВАЗ-2121 Нива очень часто принимала участие в различных ралли в Париж-Дакарах, где занимала и призовые места. Конструкция автомобиля была уникальной. Это постоянный полный привод, несущий кузов. Передняя подвеска была независимой, задняя привычная для «Жигулей» балка, что делало комфорт этого автомобиля гораздо выше, чем у того же УАЗа. Двигатель стоял 1.6 рабочим объемом с 76 лошадиными силами под капотом. Автомобиль был легендарным не только, в России, в Советском Союзе, но и за рубежом, где он очень сильно пользуется большим спросом среди любителей дачного отдыха, рыбалки и охоты. Одним из владельцев автомобиля ВАЗ-21214, это новое поколение легендарной Нивы, является Джейсон Мэй. Один из ведущих легендарной передачи «Топ Гир». Также ВАЗ-2121 принимал участие в большом количестве различных ралли Париж-Дакарах, где занимало призовые места. Но со временем конструкция автомобиля менялась, и в 1994 году конструкция автомобиля была изменена, и конвейер стал выпускать ВАЗ-21213. Что же отличает ВАЗ-21213 от ВАЗ-2121? Это более мощный двигатель, рабочим объемом 1,7, с 80 лошадиными силами под капотом, измененная задняя дверь, теперь она стала длинной, и она доходила до днища автомобиля, по сравнению со старой моделью, где у старой модели был небольшой порог, что, как многие говорили, затрудняет погрузку и выгрузку груза в багажник. Это измененные задние фонари, теперь они стали свои, по сравнению с ВАЗ-2121, у которой фонари были от ВАЗ-2106. Фонари задние для ВАЗ-21213 были взяты с задних фонарей ВАЗ-2104, но были изменены под стояние кузова. В 1994 году на конвейер Волжского автомобильного завода вступила ВАЗ-21213, но вместе с ней стали выпускать и ВАЗ-2131. это пятидверный вариант ВАЗ-21213. Данный автомобиль был удлинен на 500 мм. Этот горд на крыше и является тем местом, куда был вставлен и вварен новый автомобильный кузов. В 1994 году, как я уже говорил, задняя дверь Нивы была изменена, теперь она стала сплошной. Раньше был здесь вот такой порожек, но людям это не нравилось, поэтому порожек был уваром и дверь была увеличена. те самые фонари заднего вида, которые были взяты с ВАЗ-2104 и переделаны на данный кузов. А вот что уже отличает ВАЗ-2131 от ВАЗ-21213, и ВАЗ-2121, так это внутренний объем. Данный багажник был увеличен практически в два раза и стал большим подспорьем для любителей охоты, рыбалки и дачного воздуха. Теперь можно вывезти гораздо больше, привезти гораздо больше, а если еще и сложить заднее сиденье, то можно получить практически домик на колесах. Автомобиль ВАЗ-2131, который я сейчас показываю в этом обзоре, был выпущен в 2006 году, а это значит, что у него уже стоит инжекторный двигатель, рабочим объемом 1,7 литра. Количество лошадиных сил здесь 81. Как вы видите, здесь под капотом, так же, как и в старушках, находится запасное колесо. Так сказать, наша русская подушка безопасности. Горб на крыше является большим подспорьем для пассажиров заднего ряда. Посмотрим, как выглядит заднее сиденье. Как вы видите, место для заднего пассажиров было увеличено. И теперь здесь втроем можно усесться с большим удобством, что в старых Нивах треудверного кузова практически было невозможно. панель ВАЗ-21-31 и ВАЗ-21-213, а ныне ВАЗ-21-214 значительно отличается от панели ВАЗ-21-21. Теперь она стала вся черного цвета, получила большое количество различных кнопок по сравнению с рычагами, которые стояли раньше у ВАЗ-21-21. Автомобиль получил измененный щиток приборов. Теперь здесь осталось всего два больших прибора. Это спидометр, тахометр, объем бензобака, то есть уровень топлива и температура двигателя. Руль также и был изменен. Теперь он стал более широким в Афпате, что сделало его значительно приятным при управлении. Руль стал четырехспицевым по сравнению с ВАЗ-21-21, где руль был двухспицевым. И это многим не нравилось. Но самое интересное, что бросается в глаза любому автолюбителю, это три рычага в салоне. Сейчас я расскажу вам, для чего они все. Это большой и самый длинный рычаг коробки передач, которая сейчас здесь стоит, пятиступенчатая. Это одна из самых лучших коробок, которая стоит на отечественном автопроме. Вот это рычажок понижайки. Включив понижайку, можно значительно улучшить проходимость этого автомобиля. А если включить и этот волшебный рычажок блокировки, то автомобиль будет практически все пролазным, такой же, как и у вас. Своим появлением ВАЗ-21-31 обязан не только легендарной НИВе ВАЗ-21-21, но также очень интересным перспективному минивену, выпускавшемуся на ВОЗском автовоименовом заводе с 1996 года по 2004. Дело в том, что в начале 90-х Автоваз решил выпустить очень интересный и перспективный автомобиль. В то время кузов минивен начал набирать большую популярность. ВАЗ-21-20 со своим именем Надежда была очень интересным автомобилем. Но как же было создать данный автомобиль на базе имеющейся у ВОЗского автомобильного завода моделей? Дело в том, что конструкция ВАЗ-21-20 была полноприводной. А это значит, все ее узлы и агрегаты были усилены, как у НИВы. Только длина кузова ВАЗ-21-21 не позволяла обкатать новые узлы и агрегаты для будущего минивена. Поэтому в 1992 году на ВОЗском автомобильном заводе было выпущено ВАЗ-21-30. Это удлиненный вариант трехдверной НИВы ВАЗ-21-21 и уже имеющий 500-мм вставыш. Этот автомобиль выпускался в ограниченной серии два года. Сначала фонари заднего вида были как у ВАЗ-21-21 впоследствии их заменили фонарями ВАЗ-21-21-13 а с выходом пятидверного варианта данного автомобиля был снят с производства. ВАЗ-21-20 надежды выпускался с 1996 года по 2004 год. К сожалению, из-за больших проблем в техническом обеспечении а также финансовом у ВОЗского автомобильного завода не получилось выпустить данный автомобиль больше 8000 экземпляров. И все детские болезни автомобиля поставили крест на этой перспективной разработке. Поэтому с 2004 года ВАЗ-21-20 надежды была снята с автомобильного конвейера ВОЗского автомобильного завода. А теперь прокатимся. ВАЗ-21-31 именно вот этот автомобиль не оборудован гидроусилителем. Для многих это кажется очень значительным утяжелением в управлении автомобилем. Хотя я не чувствую больших зарудренений. Двигатель рабочему объему 1.7 и 81 лошадины силы позволяет разогнать автомобиль достаточно резво. Подвеск автомобиля хорошо складывает все неровности небольшие неровности но на больших неровностях все-таки приходится притормозить. Коробка переключает передачи достаточно уверенно что и требовалось доказать что эта коробка одна из самых лучших так что не так что это